Всем здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет вот об этой орхидейке, то есть о детке, которую мы год назад, в прошлом апреле, год и полмесяца назад мы делили орхидею. У меня была такая высокая немножко орхидея, и я ее решила разделить. У нее были воздушные корни, прям такие хорошие. Вот были примерно такие, чуть подлиннее даже, вот такие примерно. 4 или 5 корешков было. Я ее решила разделить, хотя мне люди и говорили в комментариях, что может быть рановато, может не нужно пока делить, но я решила ее все-таки разделить. Это было первое деление орхидеи вообще, которое я делала. Пока я только одну и разделила. Вот спустя год, смотрите, уже полноценная орхидейка. Ту я вот, получается, оставила два листа, вот тот лист и вот этот. Пенек и два листа было. То есть ей уже проще было расти. Ровно через месяц появилась маленькая деточка и начала развиваться. Развивается, я думаю, неплохо, прям неплохо. Вот смотрите, за год у нее выросло раз, два, три, четыре, пять, шесть листов и корней в нее предостаточно. Вот ее корешки, вот тот тоже ее корешок. Все корешки, которые вот наверху, это ее корни. Это не от пенька, а это именно ее корешки. Вот эти тоже. вообще развивается шикарно. Видите, какая. Прям полноценная орхидейка уже. Размер, ну вот смотрите, вот моя рука, уже прям хорошая орхидейка. Вот такая. Вот получается за год вот такая выросла. Верхушка тоже все хорошо у нее. Она процвела у меня. Я цветонос полностью срезала у нее. Тоненький цветонос был. Я не знаю, она у меня цвела первый раз. Вообще, сколько у нее был цветонос старый, один срезан был. Но по-моему, это молоденькая орхидейка. Может быть, это вот второе цветение у нее и было. Вот я отрезала цветонос. Растит тоже листик, корней там полно у нее. Вот после деления у нее там корешков было, ну не так уж и много, но нормально. Сейчас у нее там прям полно. Видите, полностью все. Я думаю, надо будет все-таки ее пересаживать, потому что я потом могу не вытащить отсюда ее. Не очень удачный горшок. Но я когда садила, думала, не с такой скоростью будет все это развиваться. Она прям и опять начинает пускать вот эти вот воздушные корни. Вот такие корешки были. Четыре или пять корней было. Кому интересно, можете найти у меня видео. Есть, кстати, плейлист у меня Детка орхидеи на пеньке. Как раз-то можно все это посмотреть. И как делили можно посмотреть. Есть все видео. У меня два видео по делению. Когда делили, через месяц, что было с орхидеей, как развивалась. Короче, была одна орхидея, а теперь у меня одна и вторая. Две орхидеи. Ну, хорошая. И, кстати, вот эти листочки старые, которые на пеньке были, прям, смотрите, они упругие прям. Тоже живые, хорошие. И причем, я заметила, вот я их полила вчера. Они поэтому такие мокренькие. Вот это корни все, это от пенька. То есть пенек-то он еще совсем как не пенек. И причем молодые корни растут. Вот молодой корешок растет. Я вот думаю, ее может, ну, вообще не знаю, буду или нет это делать, но я думаю, можно ее отделить. И пусть еще себе наращивает детки. Только нужно мне или нет. Можно, конечно, ее и так оставить. Пускай себе растет, пускает корни. Вот эти корни не очень длинные. Вот он, видите, заканчивается. А там есть и подлиннее у нее корешки. У нее уже корешков прям достаточно. Уже в грунте все. Вот, например, вот этот вверх корешок идет. Я его пыталась вниз придавить, а он все равно, ему надо вверх. А эти вроде вниз пошли нормально. Так что, кто хочет разделить орхидею и еще этого не делал, можете посмотреть на моем канале, как это делается. Уже вот не голословно. Результат вот. Через год уже вот такой результат. Ну, остальные орхидейки тоже себя хорошо чувствуют. Этот слоник все у меня растет и растет, растет и растет. Я жду, когда зацветет, а он все растет и растет. Вы посмотрите, какая орясина. Прямо орясина. Как вот весь показать-то его кустик-то. Ой, ну, слон. Прямо слон. Это орхидея тоже. Смотрите, какие корни стал опускать. Прямо огромные. Толстющие прям. И там вот это вот все корни там. А вот этот корень, он, короче, дорос до низу, вернулся и уже вот здесь выходит. Вот это тоже у меня детка. Мы с вами ее пересаживали из маленького горшка вот в большой. Ну, уже смотрите, корней сколько внутри. Там вот с той стороны не буду уже крутить. Поверьте на слово, что все в корнях. Да они у меня все. Смотрите, какие корни. Вот это у меня полтора литровые банки. Не маленькие. А то может на видео показаться, что это у меня небольшие банки. Банки вот. Полтора литра банка. Большая. Иногда на видео смотришь, кажется, такие большие орхидеи, а потом, когда в руку берут, оказывается, маленький горшочек. Но у меня нет. Видите, большущие. Крупные орхидейки. Хорошие. Детки уже такие крупненькие тоже. Вот эта детка старше, чем вот эта. А выглядят, смотрите, это даже крупнее. Вот эта на полгода старше. Но это мультифлора. Белая. А эта белая, такая пятнашечка. Стандарт. Но вообще, не знаю, у нее тоже цветы не очень крупные. У меня, допустим, Амадеус. Вот этот. Он крупней. Это еще крупнее. У нее 8 сантиметров. Такие цветочки прям хорошие. Это вот помельче. Вот у меня сидит. Не знаю, как цветет даже. Ни разу не цвела еще. И пока не собирается. Тоже начинает такую толщину прям. Вот смотрите. Вот эта тут молоденькая, пока тоненькая у нее. Вот это слоник уже. Это тоже широкая, хорошая. И та. Она у меня когда-то была больная, орхидейка. Было три листа, что ли, такие вяленькие. И корней не было. Вот один обгрызок был вот такой. Тоже вот тут потоньше. А сейчас уже толще, толще, толще. И уже вон какой лист. Широкий, хороший, растет прям. Молодцы. Растут хорошо. Но цвести, видать, они у меня отдыхают. Потому что вот у этой я цветонос срезала недавно буквально. Это тоже зимой у меня процвела. Это зимой процвела у меня. То есть они у меня буквально месяц назад еще были с цветами. А сейчас я их срезал. Остатки цветоносов. Вот на этом единственная какая-то пипка вон сидит непонятная. То ли что-то будет развиваться, то ли нет. Не знаю даже. Ну не будет, так не будет. Но вот это очень красивая орхидея. Такая в краб. Тоже есть у меня на канале про нее видео. Два, по-моему, даже. Очень красиво цветет. Вот такое у меня получилось видео про детку. Как через год вот такая детка выросла. Так что не бойтесь, делите. Задавайте вопросы, кому что непонятно. Могу что-то подсказать, что сама знаю. Что не знаю, могу даже почитать и вам скажу. Все равно отвечу. Так что задавайте вопросы. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok